начинаю готовить еду сейчас 12 часов 5 минут нормально нормально успеваю 6 секунд и у меня еда будет готова что сегодня буду готовить приготовила уже две сковородки мне нужно буду готовить капустный блин у меня в плелистах есть видео капустный блин этом конкретно показываю как я готовлю капустный блин очень вкусный очень полезный я не употребляю каши поэтому овся на блинов у меня не бывает а зачем это та же каша только в другом исполнении зачем какое развитие мне будет на рафинированной крупе ну вот подумайте да первый прием пищи мне нужны хорошие продукты зачем мне рафинированная крупа которая превратится в организме меня через час допустим на сахар и глюкозу а сахар и глюкоза это инсулин а инсулин это аппетит поэтому я не употребляю каши и овсяные блины я не готовлю нет нет конечно нет еще раз нет вот почему-то все боятся рафинированного масла да это очень плохо это мега-6 а рафинированную кашу все едят не важно какого на происхождение не важно она нордик или она наша украинская это рафинированная крупа поэтому странище кто хочет постройнеть похудеть употребляйте отруби обязательно добавлю столовую ложку отрубей отруби это просто продукт номер один номер ван для походе для людей людей которые хотят похудеть но об этом говорят уже давно отруби насыщают нас они же расходятся у нас желудочки мы пьем сами много жидкости потом отруби обязательно понижают гликемический индекс того продукта который находится рядом с ним у людей диабет прекрасно употреблять отруби отруби это моторика кишечника отруби да еще клетчатка растительная вот эта польза моторика кишечника удвоится отруби пожалуйста и клетчатка капусточка имеет довольно плотную клетчатку ну вот польза отрубей кто-то скажет ну подожди стоп таня это же углевод конечно углевод отруби это углевод который не усваивается нашим организмом это целлюлоза не перевариваемая клетчатка использую отруби не кашу нет но что дальше у меня еще кисломолочный продукт это у меня домашний йогурт и мне нужно еще два яйца да кстати я еще положу свой капустный блин немножко соды кто-то не положит пожалуйста по вашему желанию я всегда положу так два яйца ну а пользе яиц уже даже стыдно рассказывать об этом все знают да это самый самый полезный продукт самый полезный яйца и детям и взрослым ну понятно если не будут домашние это будет двойне польза у меня магазины хорошие яйца и покупаю у нас в украине ясен свит очень хорошая продукция конкретно яйца многие диетологи советуют сейчас отделять белок от желтка я не советую это делать люди я все прошла на себе я похудела и желтками это так все придумано сейчас ну зачем отделять самое самое полезное от белка ведь все витамины все аминокислоты находится только где в желтке витамин d это желток это животная форма витамина d d3 это животная форма зачем же выбрасывать самое полезное витамин d все витамины все минералы зачем это делать потом желток это природный жир это лицетин а это работа нашей печени да да лицетин это наша печень потом многие блогеры рассказывают что лицетин это наша красота ну может быть где-то это и так но самое первое что лицетин то и желток это основная структура нашей нервной системы да да это наша нервная система это наше умственное развитие это наша активность это наша память это наше внимание это наша учеба потом лицетин снижает уровень знаете чего холестерина и снижает еще концентрацию нежелательных делаю ударение нежелательных жирных кислот даже помогает избавиться от холестериновых пляшек на сосудах вот такая функция лицетина поэтому обязательно едим белок и желток вместе у меня два яйца сейчас все буду соединять и готовить капустный блин у меня как всегда небольшая ремарочка капусточку нужно посечь очень мелко если она вас круглая очень мелко можно использовать и пикиночку будет нежнее немножко пожалуйста но у меня посечена капусточка очень мелко вот на эту такую капустную терочку она такая у меня давнишняя но очень качественная почему потому что каждый сезон мне раскручивают ее достают вот этот нож и натачивают она меня очень острая как и все ножи в доме поэтому я часто режу пальчик но вот так ну хорошо сейчас яйца нужно размешать и вот так вот разболтать я никогда не положу продукты цельные яйца нет размешаю вилочкой ля-ля-ля делаем девочки а потом добавляем все продукты я не показала как и переворачиваю с одной сковородке на другую капустный блин у меня есть плейлист а там есть видео так и называется капустный блин можете посмотреть ну как-то нужно было показать забыла но напомню одно вот в эту вторую сковородку не наливайте много растительного масла не нужно это делать потому что когда будете переворачивать капустный блин сюда во вторую сковородку могут быть брызги но не шампанского а растительного масла только смазать кисточкой будет красивый у вас капустный блинчик готовьте еда на столе а теперь обратите внимание на мою еду первый прием пищи сейчас уже половина первого так нормальное время капустный блин пожалуйста он не подгорел нет это отруби тут же отруби немножко так схватились они очень очень красиво очень очень костно капустный блин два яйца там да то есть яйца польза какая овощи капуста польза какая пожалуйста углевод мы тоже едим обязательно я ем углеводы я их только минимизировала у меня хлебцы ржаные хлебцы сливочное масло красная рыбка любая намазка форшмак чечевичный паштет паштет из фасоли любое дополнение себе готовьте любое дополнение пожалуйста украшу конечно свой капустный блин йогуртом посмотрите какой йогурт вот такой йогурт я неудобно конечно одной рукой но показываю я вот так сейчас весь свой блинчик аккуратненько смажу пожалуйста готова до вживания девчата готова к употреблению вот такая вкуснятина зачем не есть пустые калории считать я вот считаю калораж зачем мне пустоту есть что здесь считать расскажите мне капусту яйца зачем считать здесь калории две ложки десертных молочно-кислого продукта зачем считать это красную рыбу сливочное масло это не считаем ну вот такая да у нас правильно вот так живем вот так и стране им зашла сейчас магазин простор за сывороткой мне посоветовали подписчики сыворотков применять перед кремом или добавлять крем биокон есть сыворотка да еще и по акции пожалуйста вот 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 и акция была 74 сейчас 59 просторе вот пожалуйста сыворотка обязательно беру спасибо за совет зашла в магазинчик косметика производитель белоруссия берусь и всегда у девочек помаду 331 правда варечка за 331 номер вот пожалуйста 331 номер это мой номер сколько стоит у нас 151 гривна прекрасно нахожусь я сейчас в т.б. вот конкретно стою возле рыбного дела пришла сюда конкретно акция на печень трески вот эта упаковочка 121 грамм 34 гривны 90 копеек ну то есть 35 гривен прекрасная акция конечно возьму и не одну и не две баночки вот такая прекрасная акция акция одного дня сейчас покажу вам покупочки вчерашние бюджетный очень захватываю подоконник посмотрите пожалуйста у меня в этой кастрюле стояла трехлитровая банка смотрю мало рассола не годится нужно гнет потяжелее взяла 6 литровый бутыль воды о совсем другое дело побольше должно быть рассольчика тяжелее гнетик нужно положить так ну и покупочки начну с продуктов вчера захожу в сельпо сеть сельпо у нас магазина торговый центр и сразу иду к рыбным консервам ценовая политика я хотела посмотреть цену хотела купить печень трески но я никогда не брала печень трески в сельпо там дорогие цены точно нереальная цена 70 кажется 3 гривны 73 гривны люди я так посмотрела думаю да не ищите дурака даже речи нету я отворачиваюсь разворачиваюсь вернее ухожу от этого подхожу хлебцам нордик по акции 33 гривны думаю возьму вот эту упаковку возьму не хватает на очень долго мне вкусно вот эти хлебцы вот такая упаковочка есть именно вот с этой намазочкой скорее накладочкой печень трески яйцо очень вкусно так думаю беру вот эту упаковку взяла вот эту упаковку одну выхожу и прямиком иду в атб всегда покупаю вот такие консервы интересные в атб там часто акции подхожу к делу желтый ценник то есть акция 35 гривен читаю печень трески сто двадцать один грамм 35 гривен так я хватаю одну баночку бегу на кассу девочки спрашиваю сколько вот эта баночка стоит пробейте посмотрите она говорит до 35 гривен акции одного дня думаю какая прелесть будем брать никто не берет по 35 гривен никто я одна я одна берут масло креветочное 36 гривен масло масло там и близко нету и креветок тоже но берут на мазочки такие в коробочках масло креветочное то есть конвейер идет а субстракт у каждого разный у меня печень трески витамин d3 а у кого-то будет непонятно какой жир с наполнителем со вкусом креветок вот ищите причины в себе разный на конвейере субстракт один субстракт будет развивать а второй наоборот погашать погашать взяла с удовольствием кстати поздно помнилось там была еще консерва тунец но мне сказала девочка на выходе уже там еще тунец есть тоже по акции думаю то ладно хватит мне этого возьму еще как-то тунец и взяла вот такую упаковку еще хлебцы я беру ватб конкретно не такие толстенькие плотники жены и потому что есть вот такие хлебцы тонкие они как напоминают даже вроде бы как бы сказать не обидно но как картон они не жуются тонкие хлебцы они очень вкусные если берете берите вот эти толстенькие хлебцы они очень вкусные они даже сытнее немножко вот такие у меня покупочки суперовые бюджетные многим не пишут многие пишут это не бюджетно вот худеть это дорого ребята надо включать мозги нужно посмотреть вот я захожу в торговый центр я не буду вот так вот и б налево направо я конкретно за три секунды пробежала посмотрела взяла меня интересуют акции на хорошие продукты все я беру по акциям волка ноги кормят вот так будем питаться вкусно стронеть и хорошеть конечно да но еще бы печень трески витамин d3 а цена просто песня ну конечно магазин магазину рознь а тб а тб рознь у нас небольшой поток людей в стороне а тб практически людей нету и товар задерживается немножко а есть а тб район трассы где трамвай где большой поток людей это конечно мусорка там поэтому мне просто еще повезло с магазином рядом и потока людей вообще нету я на днях показывала крем я купила биокон крем производитель украина днепропетровск днепр очень хороший крем пожалуйста показываю крупным планом крем день и ночь цена прекрасно очень бюджетный крем 64 гривны немножко больше чем 2 доллара это не 300 долларов и не 500 хотя результат будет один и тот же если ушел коллаген с под кожей если в коже есть пустоты то конечно ни один крем не поможет но приятно приятно вообще-то такой вот процесс нравится всем женщинам ухаживать за своим лицом правда за своей кожей и мне пишет моя подписчица таня еще и сыворотка биокон очень хорошая вещь возьмите наносится на кожу лица а потом только крем я человек очень дисциплинированный пунктуальный я сразу побежала в простор магазин простор где я и покупала крем девочки мне молодые продавцы подсказывают говорят еще есть акция на эту сыворотку думаю ой какая прелесть минус 20 гривен отлично просто 74 гривны и я покупаю за 54 гривны но потом еще раз хвалили мне мама их не очень довольны хороший результат думаю ну прекрасно пусть будет так обязательно возьму сыворотку как работает сыворотка работает курсом не каждый день наносится к крем курс допустим курс месяц две-три капли на лицо а потом только крем я добавляю в крем немножко а потом на лицо но и делаю так я думаю картину маслом это не изменит но будем ждать хорошего результата здесь даже пишется гиалуроновая кислота вот так но производитель белкон очень хороший очень качественный так что пожалуйста покупайте омолаживайте свою кожу я благодарна своей подписчице я не помню ваше имя вы меня извините спасибо вам большое за подсказочку очередная покупочка я пользуюсь вот такими маленькими цветными прищепочками для пакетиков со специями очень удобно открываем пакет мы всегда закручиваем боковушечку да чтобы не рассыпали специи а так маленькая прищепочка очень удобно иногда подкупая их теряются ломаются это нормально но очень удобно используйте своих записях блокнотиках вчера нахожу вот эту фотографию думаю нужно показать людям но это же факты я не помню я ее показывала или нет в блокнотиках между листочками вот пожалуйста татьяна ивановна собственной персоной 45 лет территория марининского дворца вот пожалуйста а а узнаете гуттаперчевая куколка просто ни одной морщинки мне всегда говорили ой у тебя такое хорошее лицо ну конечно еще бы углеводная течность конечно дадим шар земной детям обалдеть я не хочу такой быть нет вот такой я не хочу быть нет 45 лет конечно выглядит человек старше вот эти телеса они же дают возраст ну то что тяжело ногам телу это понятно но это и не молодость жиры нет это не молодость это не красота это не здоровье а теперь сравним сейчас 45 лет и пожалуйста 60 лет факты вот вам факты элеонора бестрицкая фильм добровольцы помните как она поднимала письмо и всем говорила факты вот факты славка уфимцев и макс в испании так и у меня точно вот вам танечка в 60 лет пожалуйста когда худела не в 20 лет не в 30 не в 40 и не в 50 даже а в позднем климаксе поздний это 57 лет нету левой доли щитовидной железы 16 лет принимают гормоны это сложности как вы считаете конечно сложности но все возможно мои хорошие все в наших руках вот пожалуйста 60 лет 45 огонь начинаю готовить еду сейчас я вчера купила грибы что приготовить пожарю грибочки тоненько порежу с луком но я никогда не скажу порежу слайсами нет вот это слово иностранного происхождения я никогда не буду применять слова иномовного походжения слайсер слайсами я не скажу тоненькие кусочки у меня вот как и сок я скажу сок но не фреш нет и вот я решила пожарить грибы ну правильно говорят утро вечера мудренее лежу в кровати и меня осиняет мысль утром да не надо тебе эти жареные грибы с луком как-то просто жульен тоже не хочу не хочу вот этот сыр уже извините за выражение пруд куда нужно куда не нужно яичница сверху сыр пицца понятно сыр рыбу тушат запекают сверху сыр любая запеканка сверху сыр битки мясные сверху сыр мясо пересыпают сыром да мы уже забыли вкус продуктов сыр все забивает этот мясо мясо должно быть со специями мы сидим грузинском ресторане там только специи отдельно на тарелке порезан кусок сулугуни а у нас куда нужно куда не нужно это сыр поэтому никакого блюда ну типа жульена делать не буду не хочу что сделаю точно вы знаете даже не ходила на чужой канал как многие это делают не подсматривала все со своей умной головки да да стушу я наверное сегодня сельдерей с грибами вот альтернатива картошке у меня сельдерей я же картошку тушу правда вот так у меня сегодня тушеный сельдерей с грибами что для этого нужно грибы само собой как фильм зайчик помните само собой сельдерей виновник торжества пожалуйста сельдерей вот я вам показываю крупный я его не буду резать недостаточно этого сельдерея куска вот этого я почищу его сельдерей у нас в Украине недорого стоит 40 гривен это плюс-минус 1 доллар и 40 центов килограмм вот я показываю вот этот корень клубин это не стебель это корень вот это биточек с этого готовят биток вот пожалуйста биток из сельдерей у меня кстати есть в плейлисте видео биток из сельдерей биток не нужно отбивать только пропарить очень вкусный кстати получается биточек очень так сельдерей рассказала так чтобы я не забыла лук морковь понятно обязательно я заправлю сметаной ложка сметаны обязательно что еще нужно но специи конечно специи соль перец специи для картошки для овощей у меня эктор заправлю эктором 12 овощей у меня еще будут специи но так знаете чисто символически с легким акцентом не забить специями вкус продуктов это тоже может быть лишним тушить буду я не в горшочке я только показываю что горшки у меня есть 12 штук есть большой горшок макитра с крышкой мы это все уже давно прошли уже все это уже на задний план намного вкуснее тушение это мультиварка вот как в печи конечно у меня есть фишка есть фишка кстати что хочу сказать вы знаете мне очень приятно нас смотрят не только мои подписчики но и блогеры они вносят мои слова себе в лексикон и это очень заметно очень чувствуется очень чувствуется приятно нас смотрят главное же не количество подписчиков а главное число просмотров а мы номер 1 молодцы ну что кажется все рассказала но сейчас готовлю сковородочка разогревается пожалуйста мисочка приготовлена лук морковь натерла сельдерей порезала следующий ход какой нужно подрумянить подрумянить красиво сельдерей лук морковь свежая грибы сейчас порежу и тоже поджарю подрумянить нужно сельдерей и поджарить грибы все больше ничего не жарим и не румяним сельдерей подрумянился сейчас все опускаю в миску сырой морковью и сырым луком и немножко грибы должны схватиться на сковородке то есть выходит жидкость они немножко уменьшаются в размере и тоже опускаю в миску с овощами грибы у меня порезаны крупно но вкусно же на вилочку брать когда крупный грибочек на сковородку масло не лью грибы опускаю на сухую сковородочку осталось все соединить грибы сельдерей лук морковь соль перец специи я добавила еще лаврушка у меня молотая в пакете 12 овощей эктор конечно столовая ложечка сметаны сейчас все перемешиваю и опускаю в мультиварку мультиварку налью вот и показала мерный стакан полстакана воды немножко больше ну смотрите плюс-минус полстакана достаточно еда должна быть красивая не суп мы готовим мультиварочку наливаю полстакана водички а потом опускаю овощи мне кстати на днях написали так хорошо готовить в мультиварке вы бы себе приобрели мультиварку люди советуют люди не смотрят видео совершенно но советы дают у нас в украине знают как кажуть но это так с имером на теменешче сверху готовим ставлю тушить на 30 минут картошку тоже мультиварки тушу и ставлю тушить на 30 минут у меня на досточке и на плите почему на плите потому что вытяжка включаю вытяжку и все пары уходят в вытяжку очень удобно воды больше не нужно как раз норма полстакана еда на столе пороет 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 вот камеру близко не подношу смотрите пороет я попробовала свою еду когда тушила но я же повар нужно попробовать на соль на специи правильно скажу честно можно проглотить язык а посмотрите как это красиво как же это красиво посмотрите пожалуйста блюдо сухое вилочкой удобно есть пожалуйста жидкости здесь нету это не жидкая картошка это не суп очень вкусно очень вкусно ваши близкие будут очень довольны что вы на сбалансированном питании а как же это полезно даже никто не поймет что здесь нету картошки я вам даю слово никто не поймет готовьте сельдерей это большая польза для нас стройнеющих это хорошая плотная клетчатка дает сытость грибы то же самое клетчатка дает сытость и потом это белок понятно что грибы имеют очень мало белка очень мало ну зачем мне растительный белок я на растительный белок ставку как раз не ставлю мне достаточно белка животного достаточно мне животного белка вот грибы это конкретно как хорошая клетчатка моторика кишечника улучшается и мы с вами стройнеем у меня конечно еще салат пекинка и зеленый лук больше здесь ничего нету пекинка и зеленый лук пекинка зеленая красивая вот добавлю сейчас заправлю оливковым маслом и домашним яблочным уксусом из яблочек антоновка я очень довольна что готовлю вот этот уксус вот вышла на этот рецепт мне он очень нравится красивый уксус смотрите прозрачный желтенький красивый цвет ну конечно добавлю салатик еще соль и перец всегда у меня находится на столе и соль и перец вот так мы с вами стройнеем едим вкусно стройнеем и нам не поверят готовьте я вам плохого не посоветую спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...